Ночью в селе Чамерево Судогодского района сгорел грузовой автомобиль. Сообщение о пожаре было поздним, поэтому к приезду спасателей кабина автомобиля полыхала открытым пламенем. Спасатели оперативно потушили пожар. Погибших и пострадавших нет. В тушении пожара участвовали шесть огнеборцев. Еще один пожар произошел днем в городе Киржач. Там загорелся многоквартирный жилой дом. Когда спасатели прибыли на место, кровля здания дымилась. Сотрудники МЧС сформировали одно звено газодымозащитной службы для разведки, эвакуации людей и тушения пожара. Спасатели потушили возгорание брешетки кровли на 10 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет. Из здания эвакуировано 30 человек, из них 9 детей. В тушении пожара участвовали 13 огнеборцев. Причина происшествий устанавливается. В Владимирской области сохраняется пятый класс пожарной опасности. По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальная температура во Владимире и на большей части территории области ожидается плюс 30 градусов. С 4 по 6 июля сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Из-за жаркой и сухой погоды повышается риск возникновения пожаров в лесах и в зонах торфяных месторождений. Огонь может распространиться на частные дома и хозяйственные постройки. Управление гражданской защиты города Владимир напоминает, что не стоит разводить костры в лесу и на торфянниках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также сжигать мусор. В Владимирской области запустили рабочие движения транспорта М12 на 106-м километре, чтобы закончить работы по устройству подъездов к путепроводу. Было проведено подключение наружного освещения. Ранее на участке региональной дороги Владимиру Лыбышеву движение транспорта шло по временной схеме. Сейчас укладывается дорожное покрытие, выполняет работы по обустройству будущей скоростной трассы. Всего на втором этапе работает порядка полторы тысячи человек. Рабочие движения по 26 километрам второго этапа планируется запустить в этом году. Во Владимире снимают фильм на русском жестовом языке. Петербургский образовательный центр языки без границ 4 июля приступил к съемкам полнометражного документального фильма «Путешествие на русском жестовом языке» по следам Александра Невского. Фильм расскажет обо всем, что известно об этом князе. Директор образовательного центра отмечает, что в России еще нет документального кино для глухих и слабослышащих людей. Они также пройдут в Переславле-Залевском, Пскове, Великом Новгороде и Москве. Премьера фильма запланирована на конец этого года. Редактор субтитров А.Семкин